И вновь о паводках. Эвакуационные пункты в Ахтубе расположены в 16 школах. В них находятся больше тысячи человек. Пострадавшим от паводка оказывают необходимую помощь. В учебных заведениях, где организованы пункты временного размещения, занятия проходят в онлайн-режиме. Более подробно расскажет Наталья Салькова. Она напрямую в связи со студией. Наталья, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Батагост. Сейчас мы находимся в пункте эвакуации, расположенном в 8-й школе. Здесь размещены 80 человек, в том числе 39 детей. Пункт работает с 28 марта. Из-за поднятия уровня рек Илек и Каргала потопило многие дома в садоводческих товариществах. Поэтому возникла необходимость эвакуировать жителей, которые проживают в дачных массивах вблизи этих рек. Здесь людей обеспечили горячим питанием и всем необходимым. Более подробно об этом расскажет директор школы Асилу Жексыбаеву. Она сейчас рядом со мной. Здравствуйте, Асилу Берековна. Скажите, пожалуйста, какие условия постарались создать здесь для эвакуированных? Добрый день. На втором этаже у нас расположены спальные комнаты. Спальные комнаты мы формировали по мере возможности. Так как у нас много семей с многодетными детками, поэтому каждой семье старались приблизить по возможности близкие к домашним условиям. То есть на втором этаже у нас отдельные спальные комнаты для семей с многодетными детками. Есть у нас ребенок с особенными подрепностями. И также у нас есть в резерве большой спортзал, в котором у нас сейчас частично, он запомнил, где-то процентов на 20, там уже расположены мужчины. Помимо этого у нас организовываются банные дни, чтобы поддержать чистоту. Также у нас сегодня работает, вы были свидетелями, выездная, парикмахерская. На третьем этаже у нас учебные классы, так как среди населения есть 39 деток. Из них 22 деток школьного возраста, и для них организован учебный процесс. То есть как он проходит? Он проходит также по расписанию. Учителя после завтрака забирают детей, поднимают на третий этаж. И дети обеспечены всеми учебниками, учебными предназлежностями. Учебный процесс идет без всяких изменений, то есть согласно расписанию. Четвертой четверти. Спасибо большое. Нужно отметить, что угроза потопления садоводческих товарищей все еще сохраняется из-за притока талых вод в реке. Это данные департамента ПЧС. Минувшую ночью эвакуацию провели в Хромтауском районе. Там произошел прорыв Магаджанской плотины. Из села Кызылту эвакуировали 25 человек. Из зимовки Табантал 11. Что касается компенсации ущерба пострадавшим от паводка, то специальная комиссия продолжает работу. По предварительным данным, в областном центре подтоплено 119 жилых домов, 577 дачных строений. В районе Астана обход подтопленных домов завершен. Там теперь приступают к оценке ущерба по району Алматы. Обход еще продолжается и нужно отметить, что пострадавшие от паводка получат и единовременную компенсацию. На этом у меня все. Ботогос. Спасибо большое. Напомню, на прямой связи со студией. За в Тубе была моя коллега Наталья Салькова.